Добрый день, меня зовут Лурья Борис Егорович, я руководитель движения «За новый социализм» в Крыму, помощник депутата Государственной Думы Глазковой Анжелики Егоровны. Ну, вот что я могу сказать по суду. Вообще, сам процесс всех крымчан поставил в тупик, потому что, очевидно, что Зубков совершенно непричастен к тому, что произошло в Тайгане, я не помню какого числа, но неважно. Значит, у меня один единственный вопрос в общих следствиях, да, почему сидит в тюрьме Зубков, а не та женщина, которая бросила на растязание своего ребенка, или своего, может не своего, непонятно, со своими детьми так не поступает, чуть ли не на сиденье к тиграм. Ну, как так могло? Это надо было, нарушив все мыслимые и немыслимые правила техники безопасности, перегнуть через забор, который находится от основной стенки на расстоянии метра, перегнуть, и ребенок, естественно, как-то ухватился за, я так понимаю, за сеточку. Там прутья, получается. Ну, за прутьем, может быть, и тигр просто слезал этот пальчик. И вот меня удивляет, почему сидит в тюрьме не она, а сидит Зубков. Вот здесь, конечно, мы все возмущены, и от апелляционного суда ждем справедливого решения. Мы обратились с разрешения Олега Алексеевича, с разрешения обратились к депутату Государственной Думы Глазковой. Она тут же отреагировала и предложила свои услуги быть в качестве общественного защитника. Уже договорились, уже билеты куплены, она приезжает сюда 11-го числа. По идее, должна состояться встреча, запланированная встреча с прокурором Крыма. Ну, Анжелика Егоровна и Николай Николаевич, конечно, они не остались в стороне от этого, резко отреагировали, и я очень надеюсь на то, что задача по общественному защитнику будет решена. И еще мысли-то какие есть, чтобы выступить поручительством, чтобы он отбывал наказание до, если вдруг апелляционный суд не примет решение, и все вот эти доводы, не состоявшиеся, не в пользу Зубкова, то до конституционного суда, значит, чтобы он находился не в СИЗО, а, разумеется, находился в доме, или под домашним арестом, или в невыезде, и так далее. Ну, там еще есть один такой маленький момент по поводу того, что, может быть, дело отправлено на доследование обратно. Может быть. То есть вот в чем смысл, и чтобы Олег Алексеевич как бы был там под подпиской ООО не выездит. Во всяком случае, и адвокаты, и мы, я имею в виду Анжелика Егоровна и так далее, примут все необходимые моменты, чтобы именно так, как вы сказали, и было. Вот у меня еще такой маленький вопрос по поводу судей Борисенко, который принимал вот это решение у себя уже в Белогорском суде. Как все прекрасно видели, от адвокатов было много материалов, где огромное количество несостыковок в деле, все меняют показания. И как вы сказали по поводу тигра в последний момент, там уже не тигра, а странное полосатое животное, которое выхрыгнул из кустов. Причем небольшое, ну, если мы сравним тигра и там того же самого енота полосатого, которых, да, абсолютно много в парке. Вот все-таки, если апелляция пройдет, и Зубков будет признан невиновным, то как быть с такими судьями в Крыму? Потому что в действительности в России сейчас менее одного процента оправдательных приговоров вообще. 0,1 сотая? Да. Ну что, я вам скажу, что все это смахивает на какой-то заказ, заказной. Борисенко, он сам по себе, во-первых, я так понимаю, не имел права вообще судить Олега, потому что у него с ним личные какие-то взаимоотношения и там непогашенный долг. Это раз. Во-вторых, Борисенко выполняет задание не правосудия, а выполняет заказ каких-то определенных непонятных лиц. Поэтому не только в Крыму, а и в правосудии в России, в общем-то, под вопросом, под большим вопросом. Поэтому это просто продукты системы, которые надо менять в ближайшем будущем. Иначе просто страна погибнет. И вот это вот последнее действие, я уже связываю с войной или как-то так сказать. С СВО. С СВО, да. На самом деле, когда невиновные люди, будучи под... Ну, сейчас, конечно, проходят чистки, коррупция, она есть, этого отрицать нельзя, но... Коррупция... У него общего вопроса. Это вопрос о власти. Владимир Ильич Ленин. Вот когда власть поменяется, все остальные вопросы, и правосудие, и здравоохранение, и образование, и так далее, все будут решаться в пользу человека. Сегодня они в пользу человека не решаются, к сожалению. Вот что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо огромное, очень приятно. Спасибо.